Манжурский абрикос Поняли? Вроде она готова Слушайте внимательно, почему Дело в том, что я вначале Вас разделил неправильно Помните, я говорил, 90% Обыватель лишь бы Плоды покушать А я-то начинал как? Вот я взял, привил Академика А руки чесались, я взял сбоку Привил Королевский Вы видели этот Королевский, да? Теперь узнаете вы что-нибудь Самое главное, что получилось Дикое, невероятное количество Почек На каждом сантиметре Ну где-то раза в четыре больше Сделать срез, чтобы потом Перенести веточку на другую, было почти невозможно Срез получался Восьмеркой Почки такие, крупные Эти и по Эти и не только почки По одиночке, а именно Эти как, они же как бы букетиками И я замучился с ним Вот, вот это чудо Что вы видите И за все годы я спрашивал десятки людей Самых успешных Никогда, нигде Пчелы, осы, бабочки Почему-то бабочек было сотни Они атаковали это дерево Которое сейчас вы видите вот в фрагментах Я тогда мало фотографировал Я не собирался лезть в эти лидеры Вот, половина выгрызана И торчали кости на каждом плоде Это единственный случай в моей жизни И всех, кого я спрашивал Да, потом падают, да, потом гниют И когда срабатывается кислота На них напитываются осы, пчелы Все тоже, вот, едят все, кому не лень А но что бы на дереве Это единственный случай И запах меда То есть я получил шедевр Так, теперь я почему С вами об этом говорю Значит, это дерево В 2005-2006 году Замерзло под самый корень И пошли побеги чуть ли не с под земли И вот, и я убедился, что они Даже те, которые с под земли пошли Так, уже можно назвать Отвозком кардионом Ну, тут же рядом с составником Так, они Тоже были покрыты этими плотным слоем Ну, как бы назовем фирменное отличие Почему он таким стал? Этот тройной гибрид Вот, чудо из чудес И опять, я ждал урожая Пока я ждал урожая, я перенес Смотрите Выросил еще одно дерево Вот оно Оно чуть-чуть отличается Еще одно дерево Выросил, чуть-чуть отличается Еще одно дерево Вроде такое же Но зато тут же плоды помельче Еще одно дерево То есть уже это И наконец В шестнадцатом году Я получил Нет, в пятнадцатом Вот такое получил И наконец В шестнадцатом году Получил вот это Я обращаюсь Как? Я неправильно назвал Раз вы здесь Да вы почти все волшебники Но эту линию надо продолжать Понимаете, в чем дело? Вот Конечно, она сильно отличается Конечно, он изменился Потом на это дерево Рухнуло соседнее дерево Я показывал фильмы Королевская огромная ветка Сломала его по новой Чудом дал вот этот урожай И теперь мне надо что? Мне надо все это сохранить Все разную Почему? Я на этот и другие примеры говорю Это еще ладно Тут хотя бы Хуже вроде не стало Где-то мельче Где-то цвет не такой красивый Конечно, шедевр вот этот не повторился Им больше его не жрали Ни пчелы, ни осы, ни бабочки Вот Вот То есть Здесь уже Взяты веточки И снова привиты на манджольца Они все-таки вот этот Как вернуть Отдельная тема Я хочу сказать, ребята Включайтесь в этот процесс У меня сейчас Нажал его фаина У меня лежат Черенки Немного Вот Я срезал Ровно 20 штук Вот И С этого С этого С этого Перемешал их То есть в один пакет Я не стал делать между ними различия Все равно Получится Нечто другое Если волшебники Уже завтра У меня этих 20 черенков не будет Вот А у меня есть отрицательный пример Такого же свойства Но это чуть ниже Ну и вот Пожалуйста Это Я оставляю себе Там пару веток торчит После того Когда дерево Практически погибло То есть я с него Черенков наберу Только себе одному И продолжу эту линию Но к этому Я чувствую Уже никогда не вернемся Больше пчелы Никого не трогали Шедевр этот Повторить не удалось Ну что Буду продолжать А это Самый крупный 100 граммовый Все таки Вытянул 100 грамм Так Ну и я когда Рассказывал про ребят У нас произошло Событие Тоже я обязан Об этом сказать Значит Наша Замечательная Защитина Валерия Замечательный Человек Ее надо отдельную Передачу Также посвятить Собрала деньги Я участвовал Я свою тысячу отдал Когда шапку Пустили по кругу Я Сидел И То есть не сидел Я привез Самые роскошные Яблоки и грушки Какие у меня были Вот И телевидение сняло Фильм Где я призывал Собрать деньги Для Такого Сборного Как бы сказать Образа Который называется Памятник Садоводу Сибирь Садовод Сибири Вот И памятник Деньги собрали Не без моей помощи И вот он сидит Садовод Сибири Сборный памятник Вот Для тех кто ушел И когда мы уйдем Он будет и про нас А для чего здесь Тимоша Знаешь Среднее поколение Уже не то Наверное Я тут несколько дней Вот так общался С людьми Все говорят Да у меня там батя ищет Что-то там На даче И у меня батя И у меня И у меня А сами Это все Потерянные поколения Средние Так Теперь Вот эти персики Я помог Привить И вырастить Его маме Это Дарья Александровна Его мама Я ее Ну фактически Не я и она мне помогала И потом она сказала Так Тимоша Едь с дедом Мне некогда Сонька болеет Едь с дедом И закрой персики Вот вам Конкретный пример Вот Этого в принципе достаточно А про укрытие будем говорить отдельно Вот Вот это настоящий мужик растет Бородич тот самый Один из тройки великих Я немного рассказывал Просто Не могу не упомнить Чижик Ну наверное четвертый уже После этой тройки Вот Пример Самого народного творчества Взял с Рассашанской станции Пономописывал Яблок Груш Слив Абрикос Его абрикос был уничтожен Он инвалид был Жил садом Зайти не мог в сад Тоже круто здесь Крутой берег Едисея Рухнул Тридцати ведрами абрикос Погиб Груши сладчайшие Ладу у него раздобыл Сувенир Востока у него раздобыл Не как халявщик Вот Бородича персик подарил Вот Ему шелковицу подарил Продолжение следует...